Всем привет, с вами Приэм. Хоть я и не особо увлекаюсь PvP тематикой, больше как-то по PvE веселюсь, наверное, основная моя танковская специализация предрекла мне такой путь, но всё же я люблю немножко побегать в режиме войны, ведь это дополнительные бонусы, плюс азерит, плюс голдишка, плюс ресурсы для войны, это весьма приятно, голдишка особенно, голды, как говорится, много не бывает, и чем её больше, тем как-то спокойнее живётся, но не суть. Собственно, сегодня мы поговорим о различных бафах, которые могут быть полезны при освоении Назжатара. Они могут быть полезны даже тем, кто впервые пришёл в Назжатар и хочет просто-напросто с мобами биться, ну а также тем, кто участвует в различных PvP-стычках, делает PvP-события в Назжатаре довольно-таки часто, и какие-то итемы могут быть реально полезны, а некоторые из них, ну, просто очень сильны. Я нашёл в текущий момент 4 таких итема, которые, ну, хотя бы хоть как-то косвенно повышают вероятность положительного исхода в бою. Не зря я нахожусь в текущий момент в Коралловом лесу, тут очень много таких типа грибов и распочки, почки глубинного коралла. Разрушая их, лутая их, мы получаем стручок глубинного коралла. Юзнув его, мало того, что мы регеним себе ХП, 10% при использовании и КД, то есть, ну, там, всего лишь-то полторы секунды, то есть, по ГКД расчёт идёт, мы ещё и становимся легче. А суть вся в том, что при использовании прыжка мы прыгаем чуть выше. Это может быть очень полезно с целью того, чтобы как уйти из боя, так и навязать его. Также это работает на маунтах. Сейчас я, например, сяду на какого-нибудь наземного. Да-да-да-да-да, то есть, в движении происходит прыжок, и прыжок становится намного длиннее. Очень полезный итем, как я считаю, реально достойный, и выформить его можно в большом количестве, то есть, вот почка находится, где ещё. Ну, то есть, полетать-побегать, если то, найти можно. Вот ещё почка, то есть, нормально, хорошее количество зафармить вполне можно для использования. Наведём на такого рарника, как Вожак стаи Ядоклык, и посмотрим его лут. Добычей является альфа-плавник. Призывает ездового дикого морского варана. После того, как вы спешитесь, варан будет помогать вам в бою. Это очень быстрое средство передвижения. Использовать можно в Култиросе, Сандаларе и Наджатаре. То есть, все зоны, кроме Мехагона. Весьма интересно. Суть в том, что это ещё один неконтролируемый маунт. Вспомните Мушаны из Пандарии. Он очень быстро бегал. То есть, альфа-плавник, это можно сказать, то же самое. Но в тот момент, когда мы ещё спешимся, он будет нам боевым спутником. Дропается этот плавник не только с рарника Ядоклыка, а также и с абсолютно любых варанов, которые разбросаны рядом с ним. Ну, вот он, например, один, вот второй. То есть, найти можно, повыбивать можно. Там процент дропа определённый. В принципе, реализуемый в дропе итем. Данный итем очень будет полезен тем, у кого до сих пор нету полётов. И просто-напросто, даже если дропнуть его, можно юзнуть, отменить, и за нами будет бегать варан, который будет дамагать, помогать нам. Не особо полезно. Большая полезность, конечно, этого плавника идёт за счёт того, что это очень быстрое средство передвижения. Вот и всё. Там где-то процентов, по-моему, 400 или 410. То есть, вроде бы как скорость полёта, но по земле. Третьим из полезных итемов, которых я нашёл в текущий момент на джатаре, хотелось бы выделить Бридва Панцирь. Призывает Панцирь, на котором можно ездить, сбивая других игроков со средств передвижения. После спешивания вы оглушаете других, находящихся поблизости игроков. То есть, какой-то микростан, какое-то, опять же, средство с целью того, чтобы навязать сражение, ну, итем, получается, либо просто-напросто уйти из него, подвергнув стану врагов. Хороший итем, весьма такой полезный. Ну, реально чувствуется его хотя бы небольшая боевая мощь. Какой-нибудь такой Бридва Панцирь в количестве одной штуки, я думаю, должен быть у каждого. Последним итемом будет являться очень мощная вещь. Называется Илистая Слизь. Изначально я вообще думал сделать видосик только о ней, но потом так посидел, подумал и понял, что это будет очень короткий видос. Ну, теперь, обладая большими знаниями, можно рассказать обо всем. Так вот, Илистая Слизь – это итем, который дропается с улиток радужных, спиральных. Дропается ли он с других – это вопрос весьма большой. При использовании мы получаем баф, который дает нам повышение вероятности уклонения на 35%. А также мы повышаем свою скорость после успешного уклонения. Скорость повышается на 3% за каждый стак. Стаков можно сделать 20. То есть мы получаем прибавку к скорости, боевой скорости, не скорости передвижения. Это два разных стата. Мы получаем 60% бонусной скорости. Это два бонуса героизма, вы только вдумайтесь. Это очень много. Дропнув эту слизь, дропнув различные другие итемы, которые были перечислены мною ранее, можно очень дикие вещи творить. Думаю, узнали что-то нового для себя из этого видосика. Всех вам благ, счастья, здоровья. Удачи в дропе. Дропнув эти вещи, они также засчитываются в достижении. Сумка могла быть побольше. Так что у этих итемов двойной смысл. Первый, они апают вас в сражениях. А второй, достижения самые обычные. Берегите ноги. До скорого.